Брёнгамфи Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационную программу «Время говорить». Главная тема сегодняшнего выпуска. Сюда легко, обратно, трудно. Рязанские судебные приставы дали пресс-конференцию по проблемам депортации нелегальных мигрантов. Помирились за 250 тысяч. Судебное разбирательство по факту гибели 4-летнего малыша в Солочинском детском доме закончилось. А теперь обо всём подробнее. Гибель 4-летнего воспитанника Солочинского детского дома оценили в 250 тысяч рублей. Стало известно, что дело об утонувшем по недосмотру воспитателям малыше закрыто за примирением сторон. Таким образом, ещё один маленький гражданин России погиб, а виновных фактически не оказалось. Прямо-таки эпизод из средневековой практики так называемой «русской правды» первого свода законов на территории Отечества времён Ярослава Мудрого. В 21 веке, оказывается, смерть 4-летнего малыша – это преступление небольшой тяжести. С подробностями Глеб Галушкин. В качестве потерпевшей выступала бабушка погибшего малыша. На заседании она заявила, что ни в чём не винит воспитателя интерната, так как та выплатила ей 250 тысяч рублей. Вы, кроме этого, поясняете, что вам возмещен материальный и моральный вред. Я правильно понимаю? При этом вы в вашем заявлении указываете, что материальный и моральный вред вам возмещен в размере 250 тысяч рублей. Вот все документы на эти, да. В итоге, несмотря на доводы государственного обвинителя о том, что мальчик воспитывался в детском доме, а не у своей бабушки, дело о причинении смерти по неосторожности закончилось, говоря юридическим языком – примирением сторон. Получается, что теперь воспитатель Ольга Живойкина, допустившая гибель 4-летнего Егора, сможет продолжать работу в Солотинском интернате. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней. И еще, Конституция Российской Федерации, статья 2, рассматривает человека, его права и свободы в качестве высшей ценности. Выходит, высшая ценность имеет материальное выражение. Высшая ценность в России – это бабло. И только не станет ли такой в будущем редакция известной статьи основного закона, даже если речь идет о гибели ребенка. Конечно, закон есть закон, даже если он в соответствии с поговоркой «что дышло», но есть ли рядом справедливость – вот вопрос. Продолжает программа репортаж о судьбе Рязанки Елены Плетневой, о вопросах нашей замечательно бесплатной медицины и о правах простого человека в большой и не очень пригодной для жизни стране. Рассказывает Елена Вожакова. Маленький человек в огромной стране. Эта тема кочует из одного жанра в другой во всей мировой литературе. Правда, самые печальные истории почему-то всегда происходят в России. Видимо, такова судьба тех, на ком и держится наше государство. Елена Плетнева больна диабетом, поэтому вся ее жизнь подчинена ритму этого тяжелого недуга. То, что есть, что пить, когда принимать лекарства – все это строго регламентирует медицина. А тут, два года назад, приключилась с женщиной еще одна печальная история. У меня заболела поясница, я вызвала на дом доктора. Мне сделали снимки и сказали потолку вызвать. Мне на дому была сделана блокада. И после этой блокады я не стала вообще. После инъекции в организм женщины, видимо, попала инфекция. Через несколько дней у Елены поднялась высокая температура, и она позвонила в скорую. Из дома ее отвезли в областную клиническую больницу. Там Елена пролежала два часа. Затем ее отправили в десятую больницу. В десятую больницу не могли никак определить диагноз. Пока у меня просто уже начала речь. Как-то вот заговариваться уже, не разговаривать. Почернели ногти, отказали ноги. Я вот до сих пор с катетером даже сижу. Так уж повелось у нас, что и винить кого-то в том, что случилось, народ не привык. Судьба, дескать, что поделать. Таков менталитет маленького человека большой страны. Единственное, что говорит сейчас Елена, ее судьбу и здоровье решили именно те самые два бесполезных часа ожидания в больнице. Я не знаю, кого винить. Я думаю, так упущено с докторов все-таки. Хотя в конище у меня могли бы оказать помощь. А два часа пролежав с сильными болями, я орала, меня просто отправили в десятую больницу на платной скорой. Такая вот у нас бесплатная медицина, что поделать. Отдаешь налоговые сборы в фонд медобеспечения, собирай параллельно деньги и на нормальное лечение. Такова парадоксальная логика отечественной медпомощи. Сейчас Елене получше, она уже может пошевелить пальцами ног. Для нее это счастье. На окончательную реабилитацию остро не хватает 300 тысяч рублей. А потому, кто может помочь, помогите. К другим темам. Сегодня в региональном управлении службы судебных приставов обсуждали вопросы нелегальной миграции и способы борьбы с ней. Сразу надо сказать, что, по нашему мнению, при существующем дефиците законов по национальной и миграционной политике, а также разгуле коррупции, ни о какой эффективной борьбе с нелегалами и преступностью мигрантов речи быть не может. Но хотя бы что-то делать власти должны. Продолжает тему Олеся Харлина. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево все чаще отправляют пассажиров, которым, мягко говоря, не рады везде. За этот год количество отправленных на родину мигрантов по сравнению с предыдущим годом стало больше. Защитники приезжих на каждом шагу трубят, что их собратья едут за работой и человеческой жизнью. Только они, мол, в отличие от местного контингента, соглашаются на скудные заработки и отсутствие жилищных условий. А на поверку им указывают на дверь как раз по причине отсутствия интеграции в обществе. По-русски говоря, пьют, дебоширят и не приносят никакой пользы. Закон предусматривает выдворение иностранных граждан за счет их средств, в том числе и за счет работодателей. Но когда уже происходит эта процедура выдворения, то есть неработодатели и средства выдворения практически никогда не находятся. Это, кстати, один из самых серьезных вопросов. В прямом смысле засоряя кварталы и нередко подвергая опасности местное население, так называемые гастарбайтеры, как кровососущие насекомые, постепенно обескровливают федеральный бюджет. Который сначала находит средства, чтобы принять их в общество, а затем оплачивает билет на родину, да еще и с каким эскортом. Привези, проводи, передай в руки пограничникам, убедись, что доехали. Чем ближе расстояние, вы знаете, так сказать, стратегию авиационных компаний, естественно. Вот самые дешевые у нас это, по-моему, 10 тысяч, он где-то идет. И, кстати, ни одна диаспора до сих пор еще не взяла на себя подобные материальные расходы, несмотря на ряд громких заявлений. Лишь единицы за свой счет или за счет соратников добровольно покидают Россию. И то речь только идет о тех, кто не ждет судебного решения. Вопрос фильтрации некогда осужденных тоже интересный. По нашим законам пока нет оснований не пускать бывших сидельцев. То есть убийство человека, а к нам едут и такие, не основания. Сначала погостите в наших колониях за наш счет, а потом уж домой. Недавно произошел показательный случай. Командир экипажа, на борту которого должен был лететь один из мигрантов, просто отказался пускать его в самолет. В аэропорте развели руками, и пассажир остался. Вопрос, почему нельзя сказать «нет» в нашей стране остальным незваным гостям, если это реально работает? Я выполняю те федеральные законы, которые уже состоялись. Но в том, что вы сказали, есть абсолютно рациональное верно. То есть по-человечески все все понимают, а по закону бессильны. А тогда для кого закон? Где-то воды в изобилии, а где-то народ ждет отключения водоснабжения, как примету наступающего лета. Сегодня чиновники мэрии озвучили свои планы по профилактическому обезвоживанию Рязани и последующему возвращению живительной влаги в дома горожан. Намерение городначальства узнавала сегодня Оксана Тебенихина. Неожиданно для всех, в частности для жителей Песочни и улицы Грибоедова, в мае месяце отключили горячую воду. К счастью, это ненадолго. На четыре дня отключена горячая вода, тоже для проведения тепловых испытаний. С какого? С 13 по 16. Это Касимовское шоссе, улица Грибоедова, улица Новая частично. Как обычно, горячую воду будут отключать выборочно по всем районам города. Замначальника энергетики и ЖКХ обещает, что больше двух недель ни один рязанец мыться холодной водой не будет. Планово будет как проводиться. Сначала железнодорожный район, Октябрьский район частично, далее железнодорожный район, Советский район, железнодорожный с Октябрьским районом. Тут очень много попадает накладок, скажем, таких. То есть дома могут быть и в одном районе, и в другом. Разумеется, финансы администрация службе ЖКХ выделяет впритык. Тем не менее, коммунальщики сделают все, что в их силах, дабы не спровоцировать недовольство горожан. На сегодня все. Увидимся вновь завтра в эфире телекомпании «Город». Хорошего вам вечера и до встречи. Брянкомфи Знают взрослые и дети о том, Как мы вкусно и душевно печем. Брянкомфи готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был, ты возьми с собой брянкомфи. Брянкомфи Всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью Брянкомфи. Брянкомфи Попробуй и ты